МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Юлия Важенина. Смотрите сегодня. Работать в стиле аллегра предприниматели и главы регионов обсудили в Москве меры по улучшению инвестиционного климата. Работа над ошибками в торговых центрах республики продолжает устранять нарушения правил пожарной безопасности. Инновационная во всех смыслах в школе микрорайона Волжский 3 опробирует нестандартные образовательные проекты. Сегодня глава Чувашии встретился с представителями Первого канала. Речь шла о возможности реализации в республике благотворительной акции «Стань первым». Советник генерального директора по общественным проектам российской телекомпании Александр Ильин и генеральный продюсер телеканала «Музыка первого» Борис Хлуднев подробно рассказали о важном социальном проекте, который проходит в разных городах России. 1 июня в День защиты детей по традиции 150 человек, первые лица канала, артисты, музыканты, спортсмены приезжают в один из регионов, чтобы за один день исполнить мечты и подарить подарки детям. В съемочном графике посещение детских больниц, реабилитационных центров и садиков. В этом году акцию хотят провести в нашей республике. К детям приезжают уже звезды не просто Первого федерального канала, а звезды детского тематического канала, которых они вообще очень хорошо знают. Акцию «Стань первым» поддержали уже Нижний Новгород, Уфа, Казань, Ижевск и другие города. В разные годы здесь высаживался звездный десант Первого канала. Город, в котором мы проводим акцию, мы его раскрываем для всех жителей России. То есть, национальный колорит добавляете, да? Да, мы делаем таким образом формат, который называется «Город удивительных людей». То есть, мы за неделю, за полторы приезжаем в регион и находим героев, жителей с необычной судьбой, что они сделали для города, для региона. В республике для подготовки акции планируется создать оргкомитет. В Москве прошел форум общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Ключевая тема обсуждения – роль бизнеса в достижении национальных целей развития. Участие в форуме приняла делегация из Чувашии. С докладом на тематической сессии выступил глава республики Михаил Игнатьев. Свыше полутора тысяч гостей – представители министерств и ведомств, главы регионов, бизнесменов, члены экспертного сообщества. На форуме «Деловая Россия» в рамках тематических сессий обсудили, как улучшить инвестиционный климат и создать более комфортные условия ведения бизнеса в стране. В нашей республике накуплен большой опыт в этой сфере. Чувашия входит в четвертый год, если я не ошибаюсь, в рейтинг в десятку самых инвестиционно привлекательных регионов. Что вы для этого делаете? Мы всегда стремились и будем стремиться использовать внутренний потенциал. В случае практики регионов Российской Федерации. При этом реализация экономической задачи бизнеса напрямую зависит от качества жизни, социального самоочувствия, граждан и бизнеса, общества. Чувашия поднялась, насколько я знаю, в рейтинге довольно серьезно. Но это не значит, что надо расслабляться. Мы полагаем, что каждый предприниматель, который желает вырасти, которому что-то не хватает, должен получить возможность какой-то государственной поддержки для своего роста, финансовой или не финансовой. И кому, как не региональным властям, лучше всего должно быть известно об этих потребностях. Чувашия строит инновационно ориентированную экономику. Каждое четвертое предприятие республики и каждый восьмой рубль от гружной продукции – это результат внедрения инноваций, новых подходов к профессиональной ориентации, целенаправленной подготовке высококвалифицированных рабочих кадров. Кроме этого, у нас вполне успешно работает инжиниринговый центр. К слову, таких центров чуть более 50 по всей стране. Инжиниринговые центры, которые в регионах созданы, я рада, что в Чебоксарах он очень давно уже работает и успешно работает. По линии Минэкономразвития, они призваны помогать как раз предприятиям в осваивании новых каких-то подходов к организации производства и разработке продукции. И у них есть бюджет, где предприятие может получить фактически софинансирование до 50% стоимости вообще рыночной вот этой инжиниринговой услуги. Новый тренд развития – цифровая экономика. И предприниматели Чувашии делают ставку на использование современных технологий. Это сервисы по предоставлению онлайн-услуг, электронные платежи, интернет-торговля, создание отечественного программного продукта. Вся логистика продвинутых компаний максимально ведется в режиме онлайн. Экономятся время и ресурсы. Мне очень понравилось то, что открытый такой разговор стоялся, непринужденный. И вице-премьер Ольги Юрьевны Голодец тоже озадачила нас всех, как нужно лучше работать. И все эти мероприятия по указам президента Владимира Путина от 7 мая 2018 года за номер 24 мы будем выполнять. 47 региональных проектов из 67 федеральных, на что по всем источникам финансирования в течение 6 лет будет направлено 250 миллиардов рублей. Это огромные средства. Такие средства никогда не было выделено. Глава республики и председатель организации «Деловая Россия» подписали соглашение о сотрудничестве. Подобное соглашение предусматривает взаимодействие по вопросам социально-экономического развития региона, поддержки малого и среднего предпринимательства, создание наиболее благоприятных условий для инвестиционной деятельности на территории Чувашия. Каждый регион России имеет свои конкурентные преимущества. И мне кажется, что не случайно здесь присутствует и много руководителей субъектов Российской Федерации и предпринимателей вот из всех наших региональных отделений. Именно здесь, сегодня, в «Деловой России» и в первую очередь в региональных отделениях «Деловой России» те самые компании, те предприниматели, которые помогут нам добиться результата и сделать нашу страну еще сильнее, еще конкурентоспособнее. Роль бизнеса в достижении национальных целей развития и другие актуальные вопросы обсудили на пленарном заседании. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Роль бизнеса в современной жизни трудно переоценить, сказал президент России. Предпринимательская инициатива создает рабочие места, достойные зарплаты. Поэтому власть заинтересована в развитии бизнеса, ведь чем динамичнее развиваются компании, тем устойчивее экономический рост, подчеркнул Владимир Путин. На форуме были сформированы предложения делового сообщества, как сделать страну более сильной и конкурентоспособной. Все эти предложения лягут в основу будущего послания президента России к Федеральному собранию. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика, из Москвы. Здесь уже приедут ряд решений. Завтра с рабочим визитом в Чувашию планирует приехать министр культуры России Владимир Мединский. Он проведет выездное заседание по подготовке и проведению празднования 550-летия основания города Чебоксары и столетия образования чувашской автономии. Также в программе визита встреча с главой республики и посещение ряда учреждений культуры. Интерактивные панели, классы виртуальной реальности и 3D-кинотеатр для учеников. Школа, которую сейчас возводят в микрорайоне Волжский-3, по своей оснащенности не уступит даже учебным заведениям Европы. В республике подобный проект реализуют впервые. Это отметил и председатель правительства Чувашии. Сегодня Иван Моторин проинспектировал строительство объекта. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. От намеченного графика подрядчики не отстают. Накануне школе присвоили адрес. В ближайшие дни в помещение будет подано тепло для продолжения отделочных работ. Председатель правительства отмечает, что проблемных вопросов пока не возникает. Открытие намечено на 1 сентября. В сентябре сюда придут дети. Это те обязательства, которые мы взяли перед федеральным правительством совместно с городом. Город с 5-й гимназией в прошлом году довольно продолжительное время работали над внесением изменений в проект. Изучили опыт передовой, который реализуется в других субъектах федерации. Все это учтено в проекте. Проект прошел экспертизу в декабре 2018 года. После трагедии в Кемерово в проектную документацию пришлось сносить корректировки. Требования к социальным объектам изменили в Госпошнадзоре. По новым правилам на 4-м этаже возводимой школы оборудуют кабинеты для внеклассной работы, административный блок и конференц-залы. Вместе со школой возводят спортивно-оздоровительный блок. Уроки физкультуры ученикам будут преподавать в тренажерных залах и плавательном бассейне. На площадке перед школой также планируют обустроить футбольное поле для жителей всего микрорайона. Работы начнутся весной. Вместо привычных классов вот такие кабинеты-аквариумы с большим окном и дверями купе. Директор гимназии номер 5, подразделением которой и будет новая школа, говорит, что учебный процесс станет интерактивным. По санитарным нормам предполагаются вот такие просторные коридоры, но зачастую в школах они используются только на переменах. А если мы говорим о том, что сегодня учитель должен уметь управлять пространством и работать индивидуально с каждым ребенком, то когда мы делаем открытые стекла, ну то есть открытый кабинет, то один учитель может задавать в разных пространствах разные задачи. Сейчас решается вопрос с кадрами. В школе не хватает преподавателей физики и математики. Поначалу отмечает Инна Исаева, здесь опробируют систему дистанционных уроков. Вот здесь будет тоже такая интересная интерактивная панель, которая предполагает, что задачи мы можем давать из другого корпуса, с президентского бульвара, потому что здесь два блока. Идет математика. И в том блоке идет математика. И здесь задание можно получить с панели, распределиться по группам, решать. Ну а сейчас школа получила более 70 резюме. В основном от преподавателей гуманитарных специальностей. Заявочная кампания стартует летом. Приоритет за детьми, которые прописаны в микрорайоне. Дмитрий Ковалев и Игорь Зверев. Республика. В столице Чувашии мужчина при уборке снега сорвался с козырька подъезда. От полученной травмы он скончался на месте происшествия. Днем 7 февраля во время выполнения работ по очистке от снега козырька над входом в подъезд одного из жилых домов по улице 324-й стрелковой дивизии в городе Чубаксары поскользнулся и упал вниз высоты около 2 метров 70 сантиметров 49-летний плотник управляющей кампании, находившийся на указанном козырьке и оказавшийся на его краю. От полученной при падении травмы головы мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. Назначена судебно-медицинская экспертиза. В ходе проверки оценят исполнение требований законодательства об охране труда и технике безопасности в данной организации. После пожара в Кемерово в торговых центрах всей страны прошли проверки. Чубаксары не стали исключением. В ходе рейда выявили более 800 нарушений пожарной безопасности. Тогда проверили 11 объектов, как сейчас обстоят дела в некоторых из них в нашем сюжете. Торговый центр «Дом МОД» в столице Чувашии существует уже более 30 лет. Столько же нарушений в нем обнаружили при прошлой проверке. Сейчас более половины устранили. Например, расширили дверные проемы эвакуационных выходов. Они были 90 сантиметров. Теперь, как и должно быть, по нормативам 1 метр 20 сантиметров. Изменения коснулись и лифтов. По требованию пожарного надзора, лифты при возгорании или возникновении пожара, лифты должны автоматически спускаться на первый этаж и отключаться, чтобы люди не могли пользоваться этими лифтами. Потому что были случаи, люди остаются лифтами и погибают. Эта система реагирует на датчики дыма, которые расположены на потолке. Как только они показывают задымление, лифты отключаются автоматически. Кроме этого, в лифтах появилась система реагирования на речевое оповещение. Нарушения все же есть и, как правило, они традиционные. Самыми основными нарушениями явились отделка помещений и эвакуационных путей горючими материалами, захламление запасных выходов, также отсутствие, например, инструкций, правил пожарной безопасности и отсутствие, например, световых сигнализаторов. Проверили и торговый дом Питер. Там по-прежнему на четвертом этаже детский развлекательный центр. А это нарушение закона, но владельцы оспаривают его в суде. Когда магазин сдавался, Фиеста-парк, тогда таких требований не было, чтобы располагались только на втором этаже, не выше второго этажа. Ну и у нас было это все запроектировано, все это сделано. Были вложены большие деньги в это, и собственник Фиеста-парк, и мы тоже вкладывали большие деньги. На данный момент дело находится в суде, как я уже сказал, и мы освоим этот момент. Все-таки главная здесь безопасность детей, а не выигранное дело. Администрация столицы уверяет, такие проверки планируются каждый месяц. Не только в торговых центрах, но и в любой организации должны быть огнетушители. Сегодня этому устройству исполняется 156 лет. 7 февраля 1863 года впервые выдали патент на данное изобретение. Смотрела на огнетушители старый и новая наша съемочная группа. Сигнальный колокол. Если, к примеру, в 17 веке жители деревни слышали его звон, значит беда. Нужно собираться и идти помогать тушить пожар. Бытовая техника в прошлые века была пожароопасной, чего стоит один угольный утюг. Ветреную погоду от небольшого возгорания могла выгореть вся деревня. Так что приспособления, которые помогали тушить, были и до изобретения огнетушителя в привычном для нас виде. С начала 18 века использовались бочковые огнетушители. Это были деревянные бочки, наполненные водой, оснащенные зарядом пороха и запалом. Эти бочки закатывались на очаг, она взрывалась, и та вода, которая находилась в бочке, тушила пожар. 7 февраля 1863 года американский инженер Алан Крей запатентовал первый переносной огнетушитель. Это был металлический цилиндр, заполненный щелочной водой. Однако эффективность прибора была низкой. Ситуация изменилась, когда в 1906 году в России изобретатель французского происхождения Александр Георгиевич Лоран разработал и запатентовал пенный огнетушитель. Про это существует легенда. Лоран захотел выпить пиво, но у него в лаборатории также проводил он испытания. Стояло ведро с бензином. Он случайно его поджег, он пролил туда пиво, пена, и он понял, что оказывается, потушить можно и с помощью пены. Сейчас производят огнетушители разной формы, содержания и назначения. А вот этот огнетушитель, да, он совершенно другой формы. Почему он такой? Да, данный аэрозольный огнетушитель, он закидывается на место возгорания, где распыляют огнетушительные вещества. Самые распространенные среди современных огнетушителей – порошковые и углекислотные. Пользоваться огнетушителем раньше мне не приходилось, так что беру в руки я его неправильно. Специалист поправляет. Одной рукой за рычаг, второй направляем. Шланг на пламя. Это то, что касается порошкового. С углекислотным обращаться надо по-другому. Раструб, вот этот, руками держать нельзя. При выходе газа температура составляет минус 73 градуса, то есть мы можем отморозить себе руки. Чтобы огнетушитель при необходимости помог справиться с огнем, просто купить и держать его дома или на работе недостаточно. Он должен находиться в вертикальном положении. Периодически нужно делать освидетельствование. Раз в пять лет его нужно обязательно зарядить. Порошок, например, да, нужно заменить. Углекислоту тоже. Если покупать огнетушитель домой вы пока не собираетесь, вот совет от специалистов. Сбить пламя можно, к примеру, стиральным порошком, содой или солью. Иными словами, любыми сыпучими материалами, которые не горят. Ольга Пырочкина, Борис Андреев, Республика. В Новочебоксарске определили победителей конкурса школьных газет «Школа пресс». Мероприятие традиционное. Уже 13 лет его проводит издательский дом «Грани». О том, как меняются школьные газеты, репортаж Марии Шоклевой. «Школьная галактика», «Лицеист», «Вести класса», «Жизнь с портфелем». Все это название детских газет. Более 150 изданий представлены на суд жюри и на обозрение участникам. Здесь можно подсмотреть идею для нового выпуска. А еще конкурс «Школа пресс» дает юным корреспондентам уникальную возможность поучиться у директоров, ведущих СМИ Республики. Сегодня для того, чтобы выделиться, для того, чтобы тебя узнали, и чтобы тебя начали смотреть, нужно предпринять огромное количество усилий. Потому что в день в YouTube загружается больше миллиарда видео. И кто ты из этого миллиарда, и почему я должна тебя включить. Если я буду рассказывать, что я сегодня поела, куда я сегодня пошла, и по какой улице я сейчас иду, ну, скорее всего, я буду одной из миллиардов, и это будет никому не интересно. Но если каждый из вас начнет думать о том, в какой области он эксперт, у каждого может быть экспертное мнение. Кто-то прочитал много книг и может выступить на условном критиком, да, и рассказать, и что-то посоветовать. И если ты делаешь это интересно, если ты это делаешь хорошим, богатым, красивым языком, а не на сленге и через слово там запинаясь, да, если ты можешь что-то дать и чем-то поделиться, да, то, скорее всего, люди на тебя подпишутся. Сначала один, потом второй, и потихонечку эта волна все-таки придет. Интернет сильно влияет и на содержание газет. Ребята активно пишут о своих увлечениях, шутят, размещают огромное количество фотографий. Наконец-то мы видим, это тоже результат нашей работы, 13-летней мы считаем, что мы к этому причастны, мы видим свободу слова в школьных газетах. Дети уже не боятся критиковать и оценивать, и анализировать ту действительность, которая происходит не только на территории школы, но и даже и того населенного пункта, где выпускается эта газета. Школа пресса – это детальный разбор статей и фотографий участников. И много, очень много полезных советов. Это, во-первых, иногда не цепляющий заголовок. Иногда это отсутствие то, что называется лид, то есть вхождения нет в статью. И еще неправильно немножечко дизайнерские оформленные вещи. Это, например, в вашей школе 50 лет, вы заявили на первой странице, что вам 50 лет, но вы начинаете с какой-то статьи из Википедии. Я хочу прочитать про 50 лет. Тренды пошли, фотографии должны быть крупными. Нельзя их уменьшать. Вот такого формата, если вам газету принесли, а вы его уменьшили, из-за того, что у вас текста много, места не хватает. Ценность этого кадра в газете сразу попадает. Его никто не заметит, и никаких эмоций она не вызывает. Юля и Вероника приехали из Нижнего Новгорода. В редакции 12-й школы работает всего 7 человек. Юнкоры не ограничивают себя дедлайнами. Выпускают газету МИК по мере возможностей. И точно знают секрет успеха. Нужно выложиться на полную, влить в этот материал частичку себя, и тогда его точно будут читать. Нижегородцы стали призерами конкурса сразу в нескольких номинациях. Лучшую газету выпускают в Чебоксарской школе 48. А журнал наших юных коллег Куча Мала победил в номинации «Лучший дизайн». Мария Шоклева, Валерий Резюков, «Республика». Это все на сегодня. Я с вами прощаюсь. До завтра. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова